Здарова, бандиты! Вы снова смотрите выпуск на канале проекта Нуа Хули Муви. Где-то неделю назад на канале вышел видос, где мы с вами разговариваем о хулигане Пули, новой Альфа Хуки и новом Мэтт Пире. Видос вам понравился, куча лайков, за это вам спасибо, куча просмотров, комментариев и так далее. И мы сегодня поступим точно так же. Ну нет смысла долго, муторно снимать, когда я там соберусь снять отдельно на ЮКАП, когда я соберусь снять отдельно на Ю4, когда я сниму отдельно стерхов. А все вместе снимусь здесь, сейчас, специально для вас. Поехали! Ну что, братва, будем начинать. Я уже сказал, что у нас три кальяна. Ю4, ЮКАП и стерхов. Ю4 я уже видел, держал в руках. Стерхов я тоже держал один раз, курил. ЮКАП даже ни разу не открывал. У меня даже, кстати, есть два кальяна ЮКАП. Мне прислали ребята. Я выбрал тот, который в красивой пачке. Не знаю, что там будет кот в мешке. Начнем с Ю4. Краснодарский бренд, некогда очень сильно хайпующий. Бренд бюджетных кальянов. Модель называется Брут Вуд. Это очень серьезный шаг вперед для этой компании. Я вам говорю сразу. Единственное, что бросается в глаза, ну, довольно простенькая, лощеная пачка. Этот минимализм, ну, здесь, к этому продукту, Дмитрий, он ни к чему. Нужно, конечно же, делать что-то куда более интересное. Потому что кальян интересный. Ну, видите, да, там открываешь цвет картона, вот такой. Ну, это, конечно же, типа не подходит, никому не нужно. Тяжелое, увесистое, блюдце, без каких-либо гравировок. Основание. Видите, вот это тиснение, вот эти вот кольца, да, агрессивные. Это и является отражением, наверное, той штуки, которую пытаются донести в названии. Брутальность, Брут Вуд. Это очень, очень красиво и очень необычно выглядит. Посмотрите на основание. То же самое. У Брут, видимо, свой логотип, своя линейка какая-то внутри бренда. Довольно симпатичная, не вызывающая в вопросах металлообработка. И, опять же, смотри, вот эти вот шипы по кругу. Это очень интересно выглядит. Прямо более чем. Дешевенький, как всегда, здесь, типа, простенький ложемент. Ну, опять же, мы, когда вернемся к цене в конце, я сразу забегу вперед и скажу, что этот кальян выглядит, ну, тысяч на восемь. Дороже, чем он реально стоит. Реально, ну, типа, очень видно объем работы. Ну, посмотрите. Это погружная часть шахты. Блядь, как кальян Мэтпир в лучшие годы выглядит основная шахта. Погружная часть. Тоже эти шипы. Встроенный диффузор. Прикольно. Коннектор под шланг. Коннектор под чашу. Запасные, а не не запасные, основные шарики и запасные оринги. Что немаловажно. Вот и все. Вот так выглядит брендинг кальяна U4. Здесь как на хулигане. Соответственно, в основании отверстие. И в эти отверстия мы сейчас вставим шарики. Видишь, отверстие вставляй, не парься. Вот почему нужно шариков класть. Ебать покушение, блядь. Они даже, кстати, не прям внутрь вставляются. Они вот так сверху, что ли, лежат. Короче, нужно больше шариков вложить в комплект. Потому что есть места, из которых их просто не достать. Еще сверху просто вот так закручиваю, что ли. Нет, хуйня какая-то. А, все. Это запасные шарики. Все нормально. Это запасные шарики, основные. Да отъебитесь от меня, что вы катаетесь тут. Основные вмонтированы в основание. Я думаю, что как-то их туда можно дополнительно, если что, интегрировать. Короче, тогда что? Тогда мы просто вкручиваем нашу верхнюю часть шахты в основание. Очень красиво. Очень красиво это все становится. Выглядит очень симпатично. Я уже снимал этот кореян в историю. И много людей написало, что очень красиво. Я с ними, пожалуй, соглашусь. Довольно большой внутренний диаметр шахты. Шахта вообще не маленького размера, среднестатистическая. Даже, наверное, стремящаяся к довольно высокой. Что с коннектором? На коннекторе такое же тиснение. Порт на орингах. Все. Собрали. Я скажу, что это выглядит четко. Это, знаете, как это? Это как хардвуд, только если бы хардвуд прям серьезно занимались развитием своего продукта. А, съемный диффузор. То есть можно покурить на классической тяге. Это сразу плюс. Но он настолько симпатичный, что, пожалуй, давайте его оставим и попробуем покурить вместе с ним. Переходим к следующему кальяну. Ну что, двигаемся дальше, братва. В отличие от U4, опять шарик упал. У меня по остальным продуктам есть материалы. Давайте начнем со стерхова. Кальянная мастерская стерхов. Родом из Татарстана. Находимся рядом с городом Казань. На рынке из 2016 года делали дорогие эксклюзивные кальяны. Полный комплект начинался от 70 тысяч рублей. Нихуя себе. Также продолжаем их делать сейчас. Набираем обороты и выпускаем новую модель. Модель, которая есть у меня. Она называется Кристи. Видимо, у кого-то дочка Кристина. Высота кальяна 25 сантиметров. Подгруженная трубка. Ла-ла-ла. Это мы разберемся сами. В комплекте блюдце шахта на штук диффузор. Шахта из нержавеющей стали европейского качества. Окей. Блядь, дизайн пиздец просто. Можно? Когда вы планируете быстрый гайд по маркетингу для кальянных производителей. Если у вас есть идея сделать принт с описанием продукта. И на фоне вот так вот дизайном изобразить дым. Оставьте просто ебаный черный фон. Будет намного красивее. И посередине поставьте черно-белый логотип. Все. Учитесь, пока я жив. О, кстати, в комплекте U4 есть еще мундштук. Тоже выглядит симпатично. Тоже мы к нему вернемся чуть-чуть позже. Блядь, Брут Вуд решил разъебать все. Всю студию нам сегодня. Коробка выглядит куда дороже. Ну, очевидно, что и кальян будет стоять куда дороже. С приятной, с таким тиснением. Веревочка. Значит, кальянная мастерская стерхов написана. Не очень люблю, когда английские названия сочетаются с русским описанием, что находится в коробке. Но в коробке, конечно, это все выглядит очень красиво. Чуть-чуть заляпанный кальян, но ничего страшного, потому что мы его уже курили. Итак, основание вместе с вмонтированным на него уплотнителем. Стерха в дизайн написано. Ничем не примечательное. Обычное основание. Дальше начинается интересное. Тоже, кстати, с шершавками. Шершавки, блядь. Есть такое слово? Короче, эта история с внутри вставленным куском силикона предназначена для того, чтобы вставлять у него мундштук. На самом деле, довольно удобная фича, если вы там где-нибудь на балконе. Вот я курю кальян на балконе, мне неудобно, чтобы там все висело, мотылялось. Чикс поставил, короче, сюда. Давайте покажу. Чикс-то его, короче, вот так поставил и пошел чем-то заниматься. Это прикольно. Это, по-моему, Мамай первый начал делать. Давайте остановимся на мундштуке. Мундштук очень стильный. Очень стильный. О, а ну камик сними, по-братски. Тут бриллианты засверкали. Посмотри. Бриллиант видишь? Видно? Вот, на букве S. Как, прям, посмотри ближе, бриллиант. Это они хотели сказать, что Саша топовый блогер сам. Красиво. О, очень красиво. Если не учитывать, что это, скорее всего, кусочек стеклышка, ну, очень красиво. Короче, вот такая вот витая форма. Мундштук тяжелый. Это минус. Но вот эта вот история с тем, что он витой, и внутри у нас какая-то еще другая трубка, она выглядит вроде прикольно. Ну, вот так вот внутри выглядит. Мундштук разборной. Разборной. Разборный. Ну, на разборке выезжает еще. Очень красивый мундштук, но очень тяжелый. Шланг в комплекте. Это замечательно. Этим никого не удивишь. Для нашей основания едем дальше. Порт под наш шланг, коннектор под наш шланг. И довольно необычный, давайте обратим внимание, необычный клапан продувки. Большая, огромная дырка, и внутри большой, зелененький, потому что мы находимся на YouTube-проекте, на YouTube-канале NoHulyMovie. Шарик. Очень необычная форма, и, ну, смотрится симпатично. Он еще, кстати, раскручивается, скрипит. Ну, нет, нормально. Дальше. Погружная часть шахты. Тут мы видим, что у нас уже замелькали какие-то другие оттенки металлов, золото. Конечно, конечно, все это сделано с уклоном в дороговизну. Нижняя часть шахты проходит через наше основание погружное, и сверху мы накручиваем оставшуюся часть. Кальян тяжелый. Здесь тоже бриллиант. Не остановиться. Усыпали просто в блеске софитов. Вот так выглядит шахта кальяна стерхов Кристи. Необычная форма, необычные коннекторы, прикольное тиснение, бриллианты. Не знаю, я пока не готов сказать, купил бы я себе его. Мы его покурим и сделаем какие-то выводы, потому что я не помню, сколько он стоит. И когда мы это все узнаем, я скажу. Обычный диффузор, тоже отличающийся по цвету от золотой погружной части шахты. Коннектор. Коннектор непримечательный. На коннекторе бы тоже сделать вот это тиснение по нижнему краю, пацаны, это было бы логично. И попадало бы в общую картину, как, например, это там сделано вон у U4. Тут специальная шайбочка и в нее практически без стыка идеально становится коннектор под чашу. Сука, я постарею, пока его закручу. Вот, вот так выглядит кальян. Довольно увесистый, очень сильно увесистый, тяжелый. Ну, симпатичный, симпатичный. И что-то в этом есть, какая-то элитная составляющая в этом есть. Не сказал бы, что мне прям супер это нравится, но что-то в этом, безусловно, есть. Едем дальше. Кальян Ucup. И уже будем забивать чашки, пробовать, курить это все. О, коробка стерхов. Продолжаем. Ну что, братва, кальян Ucup. Все вы знаете этот бренд. Бренд довольно популярный. Покупают их кальяны. Если я не ошибаюсь, начинали они с палок. И палки были популярными. И вот теперь у них целый модельный ряд всяких разных, там, с акрилом, не с акрилом, разных кальян. У меня есть брошюрка, в которой написано все про все продукты. И мы сейчас узнаем, что нас ждет внутри. А вот эта брендированная сумка, это интересно. Вообще, тренд на сумке, в которых ты можешь переносить кальян или возить его в багажнике вместо коробки, это очень серьезная, прикольная история, хочу я вам сказать. О, даже не какая-то недогравированная гравировка. Я распаковал блюдца. Обычная, тоненькая, нержа, довольно очень-очень тоненькая гравировка, вы видите, ну а хули муви и юкапа. Обычная, вообще ничем не примечательная блюдца. отвратительная наклейка, нужно найти какого-то нового дизайнера. Уплотнитель под чашку, это всегда приятно. Тут внутри зеленый цвет, обшивки, посмотрите, стиль кофты. Все знают, как попасть на канал о хули муви. И что? А, там еще и сколбы. Так, давайте так. Мундштук. Кстати, то, что мы сейчас наблюдаем, да, вот это вот все, это ребрендинг уже компании Юкап. До этого все выглядело... Ну, короче, сейчас это похоже на Командос какая-то игра на компьютере. Была же такая. Минималистичная, неплохо. Довольно легкий, прям, несмотря на то, что не ржа, очень легкий. Мундштучок. То, что есть для него пачка, это выглядит прикольно. Ну что, давайте уже посмотрим на сам кальян, блядь. Тут всякие такие сумки. А, это прям походу сумочки, в которых типа ничего не бьется. Вот, смотрите, прикольно. Нормально заморочили. Сейчас закрутим. Прям пакет, в которых это можно все переносить. Если это идет в комплекте, то это очень прикольно. А тем временем я достал кальянчик. Вот такой вот, маленький. давайте найдем в брошюре, как он называется. Это кальян U-Cup. Вот так выглядит дизайнчик. U-Cup мини СТР. Вертикальная продувка из-под блюдца. Вот так инновации очередные у нас. Сменный диффузор. Высота кальяна 385. Диаметр шахты 11. Диаметр блюдца никому не интересен. Материалы сами разберемся. Особенности различные цвета из эпоксидной смолы. Да, эпоксидная смола очередной популярный элемент хайпующий в этом году. Все делают из нее кальяны. Вот, посмотрите, какой большой модельный цветовой ряд. Давайте оценим, посмотрим, пощупаем, что это такое. Основание из полициталя очень пустое. Основание я хочу сказать сразу, что дешевит общее впечатление от кальяна процентов на 20. Что-то в этом есть, конечно, но такая яркая история вот эта зеленая из акрила не сочетается просто с вот этой вот штукой. Значит, обычное отверстие в полицитале в него вставляется на рингах коннектор под наш шланг диффузор. Как все скрипит. Очень маленький внутренний диаметр кальяна. Электросварная трубка. Не знаю, мы покурим с диффузором, давайте все будем курить в полном фарше. Слушайте, ну не знаю, как оценить пацаны, пацаны, пацаны. О, ну вот прикольный подблюдечник, вот смотрите. Вот казалось бы, типа, с подблюдечником заморочились с этой шайбой, на нем есть брендинг, он выглядит прикольно. You made the right choose. You cup. И это прикольно, это дизайнерски, интересно, но вот что с основанием, ну блядь, это вообще проблема. Типа, реально прикольное, крутое дизайнерское решение, типа, прячется просто подблюдцем с коннектором, но это довольно странно, как так, типа, получилось, блядь. Но, кальян маленький, кальян, скорее всего, стоит приемлемых денег, и я думаю, что кальян, который, как и все остальные, уже надо начинать пробовать курить, а потом смотреть, сколько они стоят, и делать какие-то выводы. Этим мы сейчас с вами и займемся. Возвольте, вернее, через 3 минуты. Курю, саркази, хулиган, гранатовое пиро, и очень вкусно. Друзья, я начал уже пробовать курить первый кальян из представленных у нас сегодня новинок. Кальян U4 Брут Вуд. Очень красиво выглядит, прикольный мундштук, и несмотря на то, что он из нержавеющей стали, он довольно тонкий, очень тонкий, и за счет этого легкий. Это, безусловный, плюс. Как и в прошлом выпуске, кальяны супер разные, по-разному стоят, и по-разному их нужно оценивать, поэтому давайте оценивать их по отдельности. Брут Вуд я бы себе в заведение купил. Домой, наверное, нет, сильно большой и довольно громоздкий, неудобно мыть в раковине и так далее, но вот эти решения с пупырками, то, что есть смены, типа, значит, диффузор, который можно открутить, то, что симпатично, кальян продувается, то, что, ну, короче, в целом, какие-то вот визуальные эмоции от всего, что мы наблюдаем, это основательно. Основательно, по-взрослому, реально сочетается с названием Брут Вуд. Нормально, вообще без проблем, даже не скрученным диффузором, вот так вверх продувается и довольно симпатично кальян курицы. Сколько стоит, поговорим чуть-чуть позже. Переходим к стерхову, стерхов Кристи. А что тут такое? Не самый удобный коннектор для того, чтобы использовать миласоуловитель. Почему-то не хочешь нормально становиться. Пробуем. Опять же, еще раз повторюсь, очень увесистый мундштук. Он красивый, но я бы такой мундштук юзать не стал ни дома, ни на работе, потому что, ну, хочется, чтобы было легко. Особенно, если ты играешь в FIFA, у тебя губа отвалится от его тяжести. Тяжеловато. Но в то же время эта тяжеловатость, ее можно завернуть в то, что это уверенность в себе, то, что он такой тяжеленький, симпатичный. И основательный кальян тяжелый, самый тяжелый из всех, которые у нас сегодня есть, даже тяжелее брутвуда. Тоже в диффузорном состоянии мы его курим. Более плавная, более диффузорная тяга получилась на нем, чем на U4 брутвуд. Вы сейчас могли слышать, как вот этот тяжелый большой шарик там, соответственно, перемещается по клапану продувки. Очень красивый клапан продувки, очень симпатичная вот эта фитча. То есть, даже там на тех же самых Мамаях, ну, старых, которые я еще помню, видел, это выглядело куда менее прикольно, чем выглядит сейчас на стерхове. Блюдце обычное. Короче, у меня смешанные ощущения. У меня смешанные ощущения и расставить точки над И и сказать, нравится ли мне стерхов, я попробую уже очень скоро, когда мы сейчас покурим U4, ой, Ucup и будем смотреть, сколько эти модели стоят. он постоял несколько дней в заведении стерхов у меня на центре. Мы работаем в режиме для своих, чтобы отбивать аренду. господи, посмотрите, вы посмотрите, какой, сука, маленький коннектор под чашу. Как так, пацаны, ну, это же ни в какие ворота не лезет. Ну, посмотрите. То есть, я физически не могу на кальяне блядь, физически не могу на кальяне расположить пофиг. Физически на кальяне не могу расположить миласо-ловитель, это же гигантская проблема. Это абсолютно неправильно и так быть не должно. я не думаю, что мы... Ну, короче, я взял неоригинальный уплотнитель, но ничего страшного, я думаю, что мы справимся и так. Так, кальян нужен чуть-чуть побольше уплотнитель, потому что вы видите, что происходит. Кальян свободно крутится вот в этой базовой колбе, которая, кстати, в отличие от других кальянов всех у нас здесь представленных идет в комплекте. Кальян выглядит симпатично, минималистично, очень легкий мундштук, пустое основание меня напрягает очень сильно. Ну и, конечно же, все так экономичненько, все так минималистичненько, без каких-либо серьезных изысков, довольно простой кальян, хоть и из акрила. Хотя, казалось, в начале года кальян из акрила не может быть простым, и это само по себе одно из главных веяний в кальяностроении в 2020 году. А, вот, но зато у нас есть прикольная фишка. Кальян-то продувается сверху вниз, такое уже, во-первых, было, но на обзоре, чтобы на канале у меня, по-моему, ни одного кальяна такого не было. Давайте еще раз посмотрим. Тяга нормальная, приближенная, классическая, и вот смотрите, что происходит сейчас. И еще есть одного продува напрочь и очень эффектно и эффективно, продувается вся колба. Блин, ну, продувка однозначно лайк. Очень круто реализована, очень круто выглядит. А вот по поводу всего самого кальяна, вы напишите в комментариях и расскажите, что вы поставили на какое место. Я, как всегда, расскажу, что надо будет откомментировать в конце выпуска. Давайте я подобью цены, посмотрю цифры, и мы вернемся к тому, чтобы обсудить, сколько кальяны стоит произвести финальные уже все выводы. Ну что, братва, я изучил цифры и готов их вам озвучить. Начнем слева направо. Кальян U4 Брут Вут 9300 рублей в комплекте с мундштуком и шлангом. Я считаю, что это великолепно, реально очень великолепная цена за этот продукт. Так же, как считаю, что если бы изначально доделали нормальную коробку, можно было продавать бы этот кальян на 5000 дороже. Хромает маркетинг, продукт действительно очень интересный, бесподобный, очень отрадно, что краснодарский бренд спустя столько времени продолжает держать марку, делать что-то новое и, ну, более чем, реально прикольно. Стерхов 13700 рублей. В целом, в целом, понятно, за что ты платишь эти деньги. Но, безусловно, есть вопросы. Я бы, скорее всего, себе Стерхов не купил. Возможно, бы купил, поставил в заведение один для любителей. Короче, типа, если бы кальянный производитель под названием Стерхов занимался серьезным маркетингом и качал вот эту элитную составляющую и направление бриллиантов, которые есть на мунштуке и на шахте, безусловно, у этого был бы положительный эффект и тогда платить эти деньги за этот продукт было бы куда приятнее, проще и понятнее, чем сейчас. Потому что, несмотря на долгое существование на рынке, я, безусловно, знал довольно долго уже, что есть такой бренд и что они делают кальяны, но нужно больше маркетинга, чтобы продавать этот кальян по 13700, нужно больше маркетинга. U-Cup в полном комплекте в розницу с сумкой со всей движухой, с продувкой сверху вниз симпатичной стоит 9300 рублей. Ну, вы поняли, да, что 9300 рублей и U-4 9300 рублей. Это, блядь, вообще небо и земля. Конечно, это абсолютно на разные категории и абсолютно разного веса кальяна. U-4 просто разносит в пух и прах, если сравнивать по цене U-Cup. Несмотря на то, что U-Cup нормальная, симпатичная, не напредвигающая машинка рабочая, которой приятно курить, которую чуть-чуть надо добить, доработать по маркетингу и тогда, может, что-то из этого получится. У меня, кстати, есть еще один кальян, который вот U-Cup лежал в другой упаковке. Тоже, видите, плюс-минус то же самое и вот опять, да, мы на него не снимали обзор, прикольная вот какая-то платформа и все вот типа то же самое. Вот это вот пустое основание, но абсолютно ни к чему. Это же все пространство, типа, которое можно забивать маркетингом, которое будет продавать и на котором можно зарабатывать деньги. Вот так выглядит вторая модель. Я так понимаю, что вот отсюда выходит продувка. Давайте, можно тоже посмотреть, сколько она стоит. Но я думаю, что плюс-минус то же самое там по кэшу. Вот этот кальян стоит 10700 рублей. А, ну это вообще там с колодкой, со всей фигней. Короче, мундштук, колба, шланг 9500 рублей. Ну, короче, в районе десятки стоит U-Cup. Видно, что, пацаны, маркетинг, 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 еще раз маркетинг. Дорабатывайте. Это очень важно. И как только вы это сделаете, ваши кальяны, не будет вопросов у потребителей, и их будут просто покупать. Потому что пространство и время и силы у нас все для того, чтобы сделать круто, есть. Друзья, ну вот такой вот был выпуск. Такой был выпуск, и, конечно, конечно, мы разыграем три кальяна. Стерхов, U4 Brutwood и U-Cup. Что нужно сделать? Во-первых, ну давайте, это уже станет прекрасной традицией. Это было прикольно. Я очень много прочитал там 700 или 800 комментов под прошлым видосом таким. Давайте распределим призовые места. Напишите, какой кальян вам понравился больше всего, какой кальян средний и какой кальян в этом выпуске вам показался полным отстоем. И желательно аргументируйте. Любой комментарий под этим роликом, лайк, под этим роликом и обязательная подписка на канал гарантирует вам участие в конкурсе, в котором 20 числа каждого месяца, соответственно, 20 октября мы определим победителей, которым за свой счет отправим эти кальяны. Ну, точнее, производители отправят, мы просто очень хорошо их об этом попросим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям, ведите себя нормально, братва. Всех обнял. Чо кого? Сучара! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok